Книга «Открытым оком». 13-й том. Тема «Монашество». Вопрос 2777. Коль уже у нас есть монастыри и монашество, то как вы видите образ монашествующих в современных условиях, чтобы была польза и монаху, и окружающим? На мой взгляд, совсем закрыть монастырь все же жалко. Но заселять нужно их только престарелыми и овдовевшими людьми. А молодежь, если есть, то лет до 40-50 не связывать никакими обетами и постыльгами. Попался хороший человек в Господе, женитесь и живите с Богом. А как вы думаете? Или где-то этот вопрос уже есть в ваших книгах? Все ваши книги полностью я еще не скоро прочту. Я знаю, что вы прикажете нести им благую весть. Но, общаясь с женами, им и вправду с блудным бесом крепко драться придется. А сил-то нету. Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. На этот вопрос именно так я и отвечал многократно в 7-м и 8-х томах «Открытым оком». Монашество с его уставами и с монастырями абсолютно антиевангельское явление. Евангелие от Матфея, 10-я глава, 32-й стих. Итак, «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным». Монастыри должны быть богодельными для священников и школами-миссионерам. Первое послание к Олинфинам, 7-я глава, 27-й по 28-й стих. «Соединен ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль». Люба было бы мне на ходу помереть, пропотелом упасть на тропинке. Пусть не тайна, разумная встретится смерть. В гимн пасхальный войду без запинки. Пусть бы вздох мой последний врагов примирил. К подражанию примут хотя бы минутку. Мол, такой рассекой жил с чудинкой старик. Его гнули в дугу, но ушел несогнутым. С малых лет примерял я кончину других на своем продырявленном теле. Так хотелось, дабы оценили враги. За их души горел. Нет молекулы целой. При последнем допросе сумел возвестить. О грядущем мессии он рядом. За собою успеть языком подмести и до смерти облечься пурпурным нарядом. Люба была всегда до рассвета вставать. Помолиться в тиши и разумно. Вести добрые рано поспешно срывать. Набивать на раздачу все сумки. Многократно в болезнях итог подбивал. Завещание составил с проглядом на вечность. Но опять эшафот лишь минут на привал. Так боялся, в постель как на дно не залечь бы. Трудный опыт строителя и пастуха даст ли шанс на мытарствах нелегких. Утешение, поддержка в библейских стихах. На компьютере ныне, на пленках. Как бы вижу, проходят и шепчут друг другу, мои недруги, им невдомек. Что идут в борозде, здесь целинник я с плугом. Целину распахать иегова помог. Интернетная роспись по мыслям вождей. Патриаршую тень препарирует сходу. Люба была дождаться мне поздних дождей. И колодцев нарыть под библейские воды. 3 июня 2005 год. Игнатий Лапкин.